Друзья, шалом всем! Это видео призыв к посту и молитве за Донецк и Донбасс в целом. Дальше будет видео, которое было записано примерно неделю назад для телеграм-канала. Единственное, что я сделал, ну, некоторую редакцию, я поубирал там некоторые моменты, которые уже не актуальны. Но в целом и по сути все то же самое, что мы делали в нашей группе в телеграм-канале, будет происходить теперь на ютубе. То есть этот призыв был уже две недели назад. Неделю мы постились и молились в группе ВКонтакте, в Хаиль, таким очень узким кругом. Затем, получив определенную стратегию, мы, Бог повел в телеграм-канал, там уже побольше людей, около трех тысяч. И также был пост и молитва. И сегодня будет последний эфир в телеграм-канале. Ссылка будет под видео, вы можете также зайти и поучаствовать. И с субботы, по воле Божьей вере, выходим на ютуб. И эфиры будут на ютуб-канале. Теперь по вечерам будет определенное время. Первый эфир в субботу, я думаю в 18.00, завтра в шаббат. И там на каждом эфире будет объявлено время следующего эфира. Так что смотрите видео, чтобы, ну-ка, вводное видео о чем и что вообще для чего. И если у вас отзывается, есть свидетельства в этом участвовать, то ждем. Завтра на эфире здесь, на ютуб-канале, в 18.00 по московскому времени. Всех приветствую именем Юдаева в Хейшуа, кто есть, был и грядет снова. Это важное видео, важный призыв. Пришло побуждение, пришел такой призыв, я бы даже сказал посланничество, начать такую серьезную, целенаправленную молитву и духовную брань, ходатайство, стражу за Донецк и Донбасс в целом. Но Донецк это ядро, эпицентр, то есть главная цель. Вы знаете, что сам Донецк, город, который на сегодняшний день дольше всех городов, вовлеченных вот в этот военный конфликт, находится под обстрелами. С 2014 года там идут бои, идут с той или иной интенсивностью военные действия и не прекращаются. То есть это место, Донецк, Донбасс, которое на сегодняшний день пострадало больше всех регионов, только из-за того, что это длится уже почти 10 лет. Примерно вот в одно время с Крымом, когда в Крыму была опасность, что начнется бойня, кровопролитие, и это не случилось, но это началось на Донбассе, в Донецке. До того, как это началось, Бог мне показывал определенные вещи. Вы знаете, что мы в Крыму с 1998 года, ведомые Господом, в духовной брани, конечно, по большей части это было закрыто. И вот где-то на основании исторических данных, где-то на основании откровений, которые были получаемы за это время, пришло следующее. Было показано, что скифы, они населяли Крым. У нас есть места исторические, это очень много данных об этом. И скифы были разные. И вот была такая часть скифов, они назывались царские скифы. И они жили конкретно Крым, и вот эта вот территория чуть-чуть за Крымом, как раз вот до Запорожья, Мариуполя, туда до Донецка. Разные там исторические данные на этот счет есть, но у меня в духе есть понимание, что эти ребята, они владели территорией вот примерно в сторону Одессы, туда, и до Донецка, включая Крым. И сегодня мы видим, что именно полоса вот этих боевых действий идет как раз-таки по этой территории их владения. Так вот, скифы, они поклонялись богу войны. И они просто втыкали меч в землю и молились, и поклонялись ему там, где хотели. То есть они служили богу войны, они были сильные войны. Но что они делали? Они приносили очень много человеческих жертв этому богу. То есть богу войны, богу смерти, скифы поклонялись, служили и приносили ему пленников в жертву. То есть людей, человеческие жертвы. Также очень много в Крыму находятся вот останков именно человеческих жертвоприношений. Ну то есть они могли замуровать младенца в стену живьем для того, чтобы вот его дух защищал их город. Ну такие ужасы. И вот когда, еще до того, как начались все эти вот события с Майданом и боевыми действиями в 2014 году, мы молились. Здесь молились порядка лет десяти, вот конкретно вот эти вот скифские вещи. У нас есть Неапольский в Симферополе. Это такая гора в середине города, холм, на котором находилась столица скифов. Вот так и называется Неапольский до сих пор. И вот порядка, наверное, лет пяти-семи на этой горе шли утренние молитвы. Каждое утро Бог нам показал. И вот было такое желание приезжать туда с восьми или с семи. Каждое утро, кроме воскресенья, шли молитвы годы и зимой, и летом. То есть мы находились там. И там совершалось много и пророческих действий. Ну не только за эту сферу, конечно. За всем молились, как Бог вел. Но именно на этом месте происходило. И вот когда военные эти события после Майдана начались, Бог показал мне, что дух, древний дух, который стоял за тем Богом, которому поклонялись скифы, Бог смерти и Бог войны, он вышел, чтобы брать жатву, чтобы брать свое. И он хотел это делать на всей территории. В Крыму не получилось. Я не говорю, что мы лучше, хуже. Но вот не получилось у него развязать здесь бойню. Но там, где получилось, там сегодня льется кровь и умирают люди. Этот дух смерти, дух войны, он поднялся, потому что эта земля посвящена ему. Потому что эти жертвенники посвящены были ему. Потому что люди из поколения в поколение культивировали поклонение этому духу смерти. И может, вот вы, кто будете слушать, большинство из вас мало знают об этом регионе, Донецк, Донбасс. Но в Украине это считается самый криминальный, но при этом богатый регион. Там, во-первых, шахты, уголь, там газ, там очень много природных ресурсов. Но при этом огромный был там бандитизм и криминал, и смерть, и убийство. И эти банды, они даже среди остальных всех банд вот этих криминальных 90-х годов, они были, считались самые сильные, жестокие такие, что лучше им на дороге не вставать. И вот даже президент Виктор Янукович из Донецких, он вот из этих кругов криминальных, он стал президентом страны. И, конечно, тогда под Донецк легла вся Украина. То есть под эти донецкие банды, эти донецкие вот эти олигархи, они взяли все. То есть все вот эти бывший криминал взяли все в свою власть. Даже в Крыму здесь они все брали, что хотели. И что произошло? Бог показал, что в том числе, ну это на уровне откровений, но есть, конечно, небольшие свидетельства и извне, что с этим духом даже вступили в завет некоторые серьезные пастора тех регионов. И они стали также быть в завете с Богом войны и, соответственно, с духом вот этим войны и смерти. И это привело к тому, что этот дух получил свободу. То есть когда церковь дает свободу этому духу, он приходит собирать жатву со своего. Он говорит, это мое, это мне посвящено. И из-за того, что церковь пошла с ним в соглашение, и Бог показывал, что было такое, что пастора, опять же, это откровение, у меня нет никаких фактов, доказательств, а если бы были, я бы, наверное, их не озвучивал. Но Бог показал в духе, что некоторые пастора, вот эти, они многие из бывших криминальных структур, из бывших бандитов, из бывших вот этих всех сфер вышедшие, продолжали пользоваться этими старыми бандитскими методами, чтобы устранять конкурентов, сводить счета, чего-то захватывать, чего-то забирать у других, вплоть до физического устранения оппонента. И этот дух поднялся, чтобы брать свое. Мы видим, почти 10 лет этот город страдает, и, ну, он находится в военных, в боевых действиях. Но, но, слава Богу, что есть прежнее время, которое умаляет, а есть последующее, которое возвеличит. И вот за последнее время несколько человек, не связанных между собой, они, кто-то написал, кто-то приезжал к нам сюда в собрание, сестричка была, тоже с ней общались из Донецка, кто-то из Донецка написал. И вот несколько разных в короткий период посланий, которые практически под копирочку друг к другу. Ну, то есть, как будто это люди одно и то же пишут, не знающие друг друга. И в этот момент, когда я вот это все собралось до кучи, выстрелило, что надо сейчас вступать в битву за Донбасс, битву за Донецк, духовную битву, и начинать молиться. И Бог вскроет эти гнойники, и уже вскрыл, по сути, этот древний дух, дух смерти, дух войны, которому поклонялись кифы, и еще неизвестно, кто ему поклонялся до них, он будет отправлен в бездну, он будет поражен и подвергнут позору, посрамлен. Его жертвенники будут разрушены. И когда я ехал сюда, вот я завез дочку на плавание, и пока мы ехали, вот я ее завез и сразу сюда на квартиру для записи приехал. И вот пока мы ехали, я в этих мыслях сижу за рулем, думаю о Донецке, об этих молитвах, о том, что Бог призывает к этому. И я смотрю, что передо мной стоит автомобиль с донецкими номерами. То есть, вот эти номера, которые специфические у Донецка, ДНР. И номер 479. 479. И внизу написано Донецк, вот такими буквами. Под номером на этой рамке написано Донецк. И когда я увидел эти цифры, мне сразу пришло свидетельство. Это слово. Это слово к этому региону. Это Бог сейчас высвобождает слово. Я говорю, что, что? Я внутри слышу. Иезекииль 47, 9. То есть, 47 глава, 9 стих 479. И я никогда так не делайте, но я, к сожалению, сделал. Я прямо за рулем начал в телефоне открывать Библию. Так нельзя, конечно, делать. Но очень хотелось посмотреть, что там написано. Так вот, что написано? Это слово, которое Бог дал через вот это знамение, свидетельство к Донецку, которое мы будем высвобождать. 47, 9. Я принял это слово, потому что смерть сегодня ходит и собирает свою жатву. Но Бог говорит, там все будет живо. Туда направляется вода. Вот какие-то два потока. Бог откроет это. Туда идет эта живая вода, чтобы оживить этот регион, этот город конкретно. Поэтому последующие дни объявляется пост и молитва. Пост, как вы считаете нужным, спросите у Духа Святого. Кто будет участвовать, конечно же. Кто-то послушает, скажет, не, не мое. Конечно, лучше пройти мимо. Потому что дело серьезное, еще раз подчеркну, дело для Хаиль, дело для Божьего воинства. И возьмите пост, если у вас отзывается день, два, пять, неделя. То есть, как у вас есть. Вот следующую неделю будет идти молитва каждый день. Лично я буду стараться выходить онлайн в эфир. Короткие молитвы, ежедневные, по вечерам в основном, за Донецк и за Донбасс в целом. И то, что вам Бог будет открывать, вы можете в группе писать. То есть, писать в комментариях то, что вам будет показано о Донецке, о всей этой ситуации. И, конечно же, в личные сообщения мне, ну, наверное, может даже и лучше в личные писать. Может какая-то такая информация щепетильная, которую не надо на публику озвучивать. Но молитва церкви принесет туда жизнь. И мы верим, что, смотрите, Донецкий регион и Донецк это ключ от всего происходящего. То есть, все там началось вот в этой фазе, в этом этапе. И покуда там что-то не решено, нигде не будет решено. То есть, именно откуда вот источник, где начались вот это боевые всевоенные действия. Там, в Донецке, в Донецкой области, в Донбасс. И там Бог будет судить этот дух войны и смерти. И мы, как Екклесия, мы в его руках вот это орудие. Бог также показывал за эту неделю, что вот сейчас соберется кулак для того, чтобы нанести удар по этому духу. То есть, вот идет, собирается и духовная, и физическая хаиль, Екклесия Божья. Поэтому, вот такие вот объявления, еще раз коротко подытожу. Бог ведет нас в молитву серьезную, ежедневную за Донецк и Донбасс. Это ключевой город и ключевой регион для решения нынешней, вот этой вот, в этой фазе ситуации. Дух войны и смерти вышел 9 лет назад для того, чтобы взять то, что принадлежит ему. То есть, забрать свою жатву. Он должен этой жатвы быть лишен. Он уже достаточно взял, и Бог говорит, что он будет посрамлен. Туда направляется вода, вот эти два потока живой воды, и все там будет живо снова. И Донецк, и Донбасс, он снова начнет плодоносить и благословлять окружающие регионы, процветать после вот этих событий. Пост объявляется. Всю эту неделю, со дня, то есть, ну вот с субботы получается, по следующую субботу пост и молитва за Донецк. Берите пост по духу. Сколько у вас есть в сердце взять этот пост. Вот такие вот объявления, новости, призыв. Переваривайте, размышляйте. Начнем мы в субботу. В субботу, в шаббат, начнем эту первую совершенную молитву в прямом эфире. Всем с Богом и идем дальше. Аминь.